Всем привет, ребята! С вами Ориона, и в этой серии я расскажу вам историю о том, как я нашла совсем маленького, почти новорожденного лесного волчонка. Уже ближе к вечеру я возвращалась домой с очередной вылазки за ресурсами. Всё было как обычно. Внезапно, непонятно откуда, на меня выскочил огромный лесной волк. От такой неожиданности мой жеребец помчался голопом со всех ног, и мы очень быстро оторвались от своего преследователя. Это внезапное появление хищника поначалу сбило меня с толку, но уже через несколько секунд я пришла в себя, вытащила арбалет и точным выстрелом в голову убила разъярённого волка. Вообще, это очень странное поведение для лесного волка. Обычно они не нападают вот так вот без причины, да ещё и в одиночку. Я вам сейчас объясню. Просто есть существенная разница между обычными дикими волками и лесными. Дикие волки – это настоящие искусные охотники. Они живут и охотятся большими стаями. И встречаются во многих регионах – в горах, сосновом лесу и даже в холодном зимнем биоме. Они достаточно бесстрашны и могут охотиться на животных, которые гораздо крупнее и сильнее их. А вот лесные волки живут парами и обитают только в лесах джунглей и изредка в сосновом лесу. Они по своей природе очень осторожные животные. Никогда не охотятся на слишком крупную добычу и редко нападают без необходимости. Внешне, на мой взгляд, они даже чем-то смахивают на лисиц, хотя по размеру не уступают обычным волкам. Так почему же этот лесной волк на меня напал? Да еще и в одиночку. Может, бешенство? И откуда он вообще выскочил? Я решила вернуться и проверить то место, откуда на меня бросился этот волк. Странно. Почему я раньше не замечала, что здесь есть пещера? Я же так часто ездила этой дорогой, и мне казалось, что здесь нет никаких опасностей. Спустившись с коня и держа на готове арбалет, я решила осторожно заглянуть в эту пещеру. Как и ожидалось, здесь было очень темно для человеческого глаза, поэтому я взяла с собой лампу. Очевидно, это логово пещерных волков. И я столько раз проезжала мимо этого логова и даже не догадывалась о нем. Видимо, в этот раз я проехала слишком близко, поэтому волк на меня и напал. Хм, все равно странно. Пещера была небольшой, поэтому я быстро добралась до самой ее глубины, где обнаружила совсем маленького лесного волченка. Судя по виду, ему было около месяца. Он даже не почувствовал моего присутствия, просто мирно и беззаботно спал. Значит, тот волк, которого я пристрелила, это была волчица, его мать. Это все объясняет. Лесные волки очень осторожны, но этого волчица она осталась одна без своего партнера и кормильца. Она сильно голодала, и ей нечем было кормить своего детеныша. И когда я проезжала так близко от ее убежища, голод вынудил ее так сильно рискнуть, за что она и поплатилась жизнью. При других обстоятельствах она бы ни за что не выпрыгнула так на меня, а в случае опасности притаилась бы в пещере, спряталась. Это очень печально, но этот волченок не выживет без матери. Он не сможет добывать себе пищу самостоятельно. Я попыталась прикоснуться к нему, и от этого он сразу же проснулся. Волченок смотрел на меня с любопытством, без всякого страха. Он совершенно не осознавал, что остался совсем один и обречен на мучительную и голодную смерть. Я попробовала прикоснуться к нему еще раз. И на удивление он разыгрался, почти как ручной щенок. Просто еще маленький, не понимает, не чувствует опасности. Одна лишь игривость. Что же мне с тобой делать? Оставлять его так точно не стоит. Будет мучительно и болезненно умирать от голода. Взять с собой, скажете? Выкормить и вырастить? Но я не думаю, что это хорошая идея. Да, сейчас он маленький, беззащитный и милый. Но он вырастет и станет опасным и огромным хищником. Поест моих курей, будет пугать лошадей. Да и для меня это наверняка небезопасно. Лучше его быстро убить, избавить от страданий, чтобы он не мучился. С другой стороны, можно будет попробовать его воспитать и вырастить. В случае чего, избавиться от него я всегда успею. Взяв волчонка с собой, уже поздней ночью я отправилась домой. Когда я принесла его в дом, он улегся у плавильной печи и сразу же уснул. Видимо, поездка на лошади, новые окружения, новые запахи забрали у него много сил. Надеюсь, что я не пожалею о том, что принесла тебя к себе в дом. Пока ты маленький, то опасаться мне нечего, но волчата очень быстро растут и скоро ты станешь огромным, сильным и зубастым хищником. Была уже глубокая ночь и из-за всех этих событий я даже не заметила, как сильно устала. Растянувшись рядом со своим новым питомцем, прямо на полу, у теплой печи, я уснула. Проснулась я от того, что волчонок обнюхивал мне лицо, и я тут же подскочила с мыслями, что он голодный. Я знаю, что волчата питаются материнским молоком и пищей, которую отрыгивают им родители, где-то до 45 дней от рождения. И только позднее они уже начинают есть мясо. И честно говоря, я опасаюсь, что волчонок слишком маленький, и его организм еще недостаточно окреп, чтобы усваивать свежее мясо. Потому что кроме мяса, у меня ничего нет для него. Попытаться, конечно, надо. Может, я все же ошиблась с его возрастом, и он гораздо старше, чем кажется. Но, к сожалению, мои опасения подтвердились. Волчонок не стал есть мясо, он еще слишком мал для этого. Как же я сразу не продумала эту проблему. Но тут уже ничего не поделать. Без материнского молока ему не выжить. Я лишь продлила его страдания, когда принесла к себе в дом. Нужно было его убить еще там, в пещере. Кажется, я сделала все, что смогла для него. Или не все. В конце этого видео хотела отдельно поблагодарить Анонимуса. Или, может быть, Анонимуса. Прости, пожалуйста, если неправильно читаю твой ник. Спасибо тебе за твои теплые слова, и за твою щедрость, за твою поддержку. Я как раз увидела твое сообщение, когда записывала вот эту вот серию. Спасибо тебе большое, еще раз. А на этом все. Ждите продолжения в следующей серии. Хорошего вам настроения. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok